Екатерина, вас приветствую. Ну как получится. Давайте еще раз. И третий. Теперь отлично. Ну что, я не сомневаюсь, что вы получите премию. Я надеюсь. Да, но мне кажется, что на самом деле для вас ведь это не главное, да, премия вообще в принципе. Вы ведь так организованы, устроены. Когда я говорю, вы, я имею ввиду девочек. Вы же там не паритесь про все эти вот награды, звания. А знаете, как приятно? Это же все ерунда, когда говорят артисты. Приятно, да? Ну для меня это не важно. Важно. Признание профессионалов это всегда важно. Не только зрительская любовь, но и признание людей, которые профессионально разбираются в театре, в музыкальном театре. А вы считаете, что вот ваше творчество, ну, оценивается критиками, скажем, адекватно? То есть вот вас хвалят за то, что нужно хвалить? Или вы, допустим, считаете, что вы что-то сделали, и это было не замечено? Ну сейчас мало адекватной профессиональной критики, если честно. В основном это все... Да, все так говорят, да. Нет, на самом деле. Обывательские разговоры в электронном виде, там, каких-то... А вы читаете благосфер, да, вы захотите? Нет. Я обратил внимание, что у вас нет никаких ни Фейсбука, ни Твиттера. Да, да, да. Но это все меня тяготит. Тяготило бы, потому что я считаю, что мы в ответе за тех, кого приручили. Это же журналы, это же надо постоянство, это же нужно какое-то уделять внимание людям, которые тебе отвечают вопросы, стучатся в твое, там, окошко, а ты, так сказать, на работе и молчишь. Поэтому нет, я не замечена нигде в каких-то там сетях. Ну понятно. А сын Алексей, он как раз в том возрасте, когда очень активно становится вот такими... Да нет, он в основном джойстик у него в руках. И саксофон, и бокс. Вот, кстати, он сейчас только что пришел с тренировки, да, в общем-то, он занимался. Нет, нет, он такой... То есть он в этом смысле в маму пошел, потому что мама-то спортивная. Вы же занимались спортом, насколько я понимаю, очень активно в его возрасте, то есть в школьные годы. Да. И, собственно, в театр, в кино попали случайно. Ну да. Да? Да. Не жалеете, стало быть? Ну пока нет. Мне интересно, из этого вот вашего школьного прошлого вы занимались танцем в коллективе грузинского... Колхида. Да, почему вот грузинского вдруг? Разве они не брали там по этническому признаку, не отбирали? Нет, не брали. Брали просто талантливых, кто хотел, тот, у кого были способности. Недалеко от дома это было. Как-то, в общем, этот выбор, естественно, сделали родители, я не знала об этом в коллективе. Там его рекомендовали моей маме, там кто-то из знакомых, видимо. Но это было, правда, странно. Ну, очень странно. То есть я когда готовился, я прочитал, да. Вы представляете? Вот эта вот осанка, эта прямая спина, вот я до сих пор помню что-то вот. Мне кажется, сейчас вот если восстановить какой-то номер, карту или там, или аджарский танец, или что-нибудь, гандаган, я с удовольствием вспомню вообще что-то с танцами. У вас мама была госслужащим или она по-прежнему на государственной службе? Нет, нет, уже нет. Она оставила госслужбу. А папа портной? Да. Что-нибудь для вас наделал? Да, конечно, конечно. Сейчас уже нет? Сейчас не делает? При этом, если уж мы поговорим про мюзиклы, про музыку, я насколько понимаю, родители ваши музицировали или до сих пор музицируют? Ну, то есть дома, под гитару, нет? Это не правда то, что я прочитал? Возможно, в детстве это было, да. В детстве были какие-то такие вечера, особенно когда мы получили новую квартиру, мы жили все время, приходили от бабушки Зина к бабушке Лиде, то к папиной маме, то к маминой маме с тюками. В общем, мы недели жили в одном доме, недели в другом. А потом, когда я пошла в школу, мы получили квартиру. И вот это такое счастье было. Какое-то, ну, просто счастье. И как мы бесконечно вчетвером гуляли вокруг этого нашего дома. И как, я помню, устраивали зимой, лето, надувая какие-то круги, водяные матрасы. Или, например, спали на полу, посмотрев там Бадулая. Какие-то вот такие детские усминания. Очень интересная, счастливая такая жизнь была вот в детстве. Но сейчас разница счастливая. Сейчас вы обласканы вниманием зрителей. На самом деле вы говорите про критику, что нет. И все, что я прочитал, там только сплошные как бы восторги. Да нет, но такого тоже не бывает. Кому-то нравится, кому-то нет дела вкуса, все равно находятся люди, которые что-то не понимают. Ну не может быть, что вы кому-то не нравились. Ну вот мне это сложно представить как-то. Значит, вы обладаете особым талантом вот это где-то еще разыскивать и находить какие-то отзывы. Этим не занимайся, я вас поверяю. Ну а откуда у вас тогда такое впечатление? Ну потому что так не бывает. Или вы исходите с того, что не может быть так, чтобы... Конечно, не может. Скажите, есть какая-нибудь роль, которую вы не сыграли и уже теперь точно не сыграете? Джульетту уже не сыграли. Джульетту, да? Мне кажется, все, поезд ушел. Понятно. Уже померослела. Сейчас-то такие новаторские ходы, и особенно в театре, если мы говорим не про кино, а про театр, что вас могут использовать и в качестве Ромео, там сейчас же все что угодно может быть по этому. А вот еще меня интересует, вот бывает так, что вы смотрите какую-то ленту или постановку, и даже в исполнении, допустим, именитой актрисы, там, большего масштаба, кого-то смотрите и думаете, что плохо на самом деле, я бы сделала лучше. Я сейчас вам назову фамилии, да, этих актрис, и скажу, вот я бы сделала лучше. Конечно, я так думаю иногда, нечасто. Ну, вы же можете без риска, без особого риска поссориться, какие-нибудь голливудские фамилии назвать. О, это да, это легко, потому что я вообще не... Ну, я как-то прохладно отношусь к их такой творческой деятельности, особенно, ну, не знаю, странно. А в каком состоянии находится наше кино, Екатерина, как вы считаете? Да, это прямой эфир, да? Да. Без купюр. Нет, ну, вы скажите ваше мнение, хорошо, как зрителя, не как человека из цеха, что вот когда вы были в кино сами, вот последний раз, не по приглашению коллег, а вот просто бывает, что вы просто взяли и пошли в кино? Ну, редко бывает. У меня не так много свободного времени, мне очень жаль его убивать где-то в кинотеатре. Вы не рассматриваете вообще, вы же смотрите, что делают ваши коллеги там? Нет, я нет, не могу сказать. У меня сейчас какой-то, да, я очень много упустила, и у меня уже список какой-то огромный... Упустили в связи с рождением дочери, нет? ...связи тех картин, которые нужно посмотреть, да, конечно, конечно. Вот, поэтому мне жаль просто отрывать у ребенка время, для просмотра какой-то ленты новой. Да ну, это ленты я посмотрю, будет время, когда Анечка пойдет в садик или в школу, я догоню. Сейчас вы работаете над мюзиклом Екатерины Великой, да? В качестве... Он по-другому называется. Нет, не Екатерина Великой называется. Граф Орлов. А, Граф Орлов. В котором я играю, и Екатерина Великой, да. Вы что-то туда, насколько я понимаю, из того, что я прочитал, понял, что вы что-то принесете совсем-совсем такое вот, будет неожиданно, то есть это далеко будет от канонического образа? Канонический образ, это, наверное, все-таки образ созданный Крючковой, мне кажется, в фильме. Ну, пожалуй, да, пожалуй, она, на мой взгляд, точно это сделала. Что касается меня, я... У меня другая Екатерина. Скорее, вошедшая на трон, может быть, в 33 с небольшим. Какая она? Я честно могу сказать, я вот не вижу вас. А вы приходите. Нет, я приду. Обязательно приходите. Так вот, мне кажется, это такая вот, ну, это властная такая женщина, а вы так, ну, девочка. То есть такая вот, как на вашем специальном сайте написано, что вы в школьные годы, это был образ покладистой, правильной, послушной девочки. Вот я такой, совсем я как-то с Екатериной Великой. Ну, может быть, вы будете приятно удивлены. И вообще, я люблю удивлять. Мне это нравится, когда люди говорят, а-а-а-а. Я говорю, ага. Вот, нет, там мало что от меня. Это скорее фантазия на тему. Чем я ее наделила? Я думаю, она очень энергетически сильный человек была. Да, мне была очень сильная, мощная женская природа, сексуальная природа, отсюда. А такая, может быть, умение властвовать. Ой, я так не люблю рассказывать уже об этом. Уже сделана роль, уже можно прийти посмотреть. Жаль, не знаю, есть ли возможность показать какие-то фрагменты. Нет, вы в прямом эфире нет. Ну, что я буду, приходите, правда. Спектакль прекрасный, я вот обожаю этот спектакль. Екатерина была славна тем, что она очень умело манипулировала мужчинами, использовала мужчин. Опять же, я предпочитаю всегда информацию брать с официального сайта, потому что, чтобы не было отмазок. Но у меня нет официального сайта. Как? Екатерина Гусева. Вы знаете, этот сайт неофициальный. Да? Он сделан с такой любовью и каким-то, я не знаю, скорпулезно, да? Даже какие-то новости, которые я упускаю, я могу туда зайти и, в общем-то, не упустить. То есть это не делают люди из какой-то вашей команды? Ну, они уже, естественно, мои друзья, близкие люди. Мы уже много лет знакомы еще с мюзикла «Норд Ост». Вот, я ему очень-очень благодарна за этот какой-то их вот... Такое внимание ко мне. А я, со своей стороны, уж стараюсь изо всех сил, чтобы как-то был информационный повод интересный, и чтобы было интересно этим заниматься. Если вы следите за этим сайтом, то, в соответствии, там вся информация, я так понимаю, достаточно адекватная. Написано там, в частности, про ваши школьные годы, что вы гуманитарий, так, по складу, и что всякие контрольные, и там задания по точным наукам вам поклонники все делали. То есть вы эксплуатировали свою сексуальную привлекательность уже в те годы, использовали мужчину. В юном возрасте. Ну, у меня всегда было много друзей. На самом деле, было такое распределение сил. Я учила химию, и одна, по-моему, ее знала в классе хорошо. И вот эти два варианта, которые я решала, и мы отправляли по рядам, мне возвращались на физики, на алгебры, на геометрии. Поэтому, ну, я думаю, что в 10-м, в 11-м классе все примерно понимали вектор, и было такое распределение сил. У нас очень дружный был коллектив класс, вот. И ребята так помогали друг другу, на самом деле. Те, кто в языковые вузы там, да, был нацелен, понимая, что кому-то язык не нужен, но надо сдавать экзамен в школе, они, в общем, всегда были открыты. Я к тому, что, в принципе, вы по жизни, наверное, используете мужчин. Ну, грех не использовать. Вообще, я считаю, красивая женщина должна использовать мужчин. Вы считаете это правильно? Использовать мужчин? Да. Я не знаю, что это такое. Хорошо. Вы считаете, что это за черный ответ. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы в достаточно юном возрасте исполнили роль 85-летней женщины. Ну, по-горькому. Да. Что труднее, юной девочке играть очень пожилую женщину или уже зрелой женщине исполнить роль, ну, вот мы там упоминали, допустим, Джульетту, совсем, допустим, ребенка сыграть. Ну, безусловно, второе сложнее, конечно. Усложняем? Разве, а разве, вот, глаза не выдают возраст, когда, вот, вы играли 85-летний персонаж, там, не пробивалась вот девочка в этом области? Ну, студенческий был спектакль, конечно, понимали, что они не бабушку пригласили откуда-то, на какую-нибудь из театра или с улицы, не знаю. Ну, я понимаю... А все-таки это девочка играет. Ну, фантазия, ну, какая-то смелость отчаянная, жажда вообще быть не собой, кем угодно, вот кем угодно, предметом, там, животным, мужчиной, только не собой. Вот это меня прям захватывало во время учебы в театральном вузе, и поэтому вот эти роли, они были как раз самыми любимыми, где была возможность уйти от себя. А сейчас, ну, даже вспоминая вербное воскресенье, где я играл два возраста в этом телефильме, и 40 с лишним, и 20, допустим. Мне уже не 20, еще не 40. И как ни странно, возраст, то есть, заглянуть в будущее, да, как бы представить оказалось легче, чем забыть о том, что ты знаешь. Угу, я понимаю. И тот самый взгляд сделать, как бы вот... А, получилось, кстати, да, по мне получилось. Ну, это сложнее сделать, на самом деле. Вы с кем-нибудь общаетесь, если с тех, с кем учились вместе? Ой, к сожалению, не так часто, вот, ну, не могу похвастаться. Лена Захарова, Аня Маркова, ну, Даня Страхов периодически, может быть, по работе где-то мы увидимся, Маша Леонова. Ну, не часто. У вас друзья вообще есть? Вот люди, которых вы можете назвать, или это друзья семьи, или ваши личные друзья есть такие? Конечно, конечно. Кто это? Ну, есть люди, которые стали родственниками, я думаю, родными людьми, там, наши Рассудовы, Паша, Юля, их сын Коля, и дети наши дружат совсем с юного возраста. Это и Катя Цанава, с ее замечательной семьей и детьми. Да, конечно, есть. То есть, скорее даже наши общие вот друзья, не мои личные, потому что они становятся вхожи в нашу семью, в общем-то, в наш дом. Ну, приближается семейный праздник, главный такой, Новый год. Вы уже знаете, где вы будете его? Дома. Дома, да, исключительно в Крузе? Да. А потом куда-нибудь двинете на каникулы, нет? Работа? А, каникулы. Да, нет, ну... Я еще не думала. Если... У сына-то будут каникулы. Тогда обязательно. То есть вы не тот человек, который планирует вот эти вещи заранее? Сейчас так много вот такие предновогодние какие-то, я не знаю, судороги, если можно так назвать. Очень много работы, и как-то я сейчас вот, мне нужно успеть здесь и сейчас, вот, сегодня. Я пока еще не заглядывала, но это зависит от репертуара театра, конечно. Я точно знаю, что 30-го и 31-го я буду на сцене. На сцене чего, расскажите? Ну, сейчас пока верстаются вот еще там у нас составы, да, например, в Орлове. И пока еще вопрос, кто играет днем, кто вечером, кто накануне. Сейчас вот еще немножко трясется, но Иисус Христос, суперзвезда в театре Моссовета, я играю 30-го декабря. Приходите. А кого вы? Марию? Магдалину, да? А, кстати, ведь недавно совершенно в этой студии беседовали мы с Ириной Хакамадой, она вспоминала, что пытались запретить вообще эту постановку. Вы как-то обсуждаете это в актерской среде вообще, вот все эти вот нынешние вени с попытками мультфильмы там забанить? Или это как-то параллельное пространство? Какие-то, как сказать, мир сошел с ума. Можно, конечно, это всерьез как-то, ну, только здоровый цинизм и чувство юмора спасают, когда ты какие-то вот такие моменты слышишь, да, и кто-то всерьез к этому подключается. Ну, это невозможно, так можно, правда, сойти с ума. Да. Надо как-то... А вы вот «Джиз Край Суперстар» вообще в принципе в, там, не знаю, в студенческие годы или школьные годы слушали рок-от? Я была в Театре Моссовета, когда училась в школе. Тогда спектакль, вот он был еще молодой, я представить себе не могла, что я там буду играть вообще. То есть я посмотрела его, будучи, там, не знаю, школьницей московской. И уже столько поколений на этом спектакле выросло. Я мечтаю на Бродвее посмотреть восстановленную версию. Говорят, это потрясающе. Мы сейчас восстановили спектакль, он долгое время не шел. Просто это что-то нереальное. Это очень классно. Очень прям вот хочу специально, может быть, на эти время поехать посмотреть. А какую музыку вы вообще слушаете? Вот вы в машине что слушаете? Музыку или новости? Заметьте, я не спрашиваю, какая у вас машина. Я спрашиваю, какую музыку вы слушаете. Да, какую музыку я слушаю. В машине такой мой микромир. Это, пожалуй, единственное место, где я могу побыть, заниматься своим делом, собой. В машине? Да. Вы же за рулем при этом? Нет, нет, нет. А, вы не за рулем? Нет, да. Понятно. Тогда это... Поэтому я не всегда там слушаю музыку. Иногда я что-то читаю, учу. Ну, все что угодно. Ем, сплю, делаю маникюр. А вы в третий спине водите? Или просто экономите время? На самом деле, может быть, был момент, когда я не умела водить. Это была просто необходимость. Но сейчас я уже избалована. Я так ценю это время, мое собственное. Ну, с масловскими пробами. Потому что, если я прибегаю домой, я принадлежу своей семье, детям. Если я где-то в театре, в кино, естественно, да. У меня нет личного кабинета. Если, ну, то есть, какой-то... Вот в машине я... Да, машина в ваш личный кабинет. Да, там мой домик такой, вот, укромное местечко. Хорошо, Алексей... А по поводу музыки, ну, зачастую просто какие-то радиостанции. Или что-то, если нужно отслушать по... Вы же много, как все люди вашего цеха, много путешествуете, да? Вы много времени проводите там в дороге? Нет, не могу так сказать. Немного, да? Хорошо, но тем не менее, когда путешествуете, вы в самолете спите? Да. Я везде сплю. А, вы везде спите, да? А сколько вы вообще спите в сутки? Вы у всех же людей по-разному. Говорят, что это вот характеризует... Не знаю, я бы часов 12 поспала. Да? Легко, вообще легко. То есть, почему? Потому что у вас не досып или просто вы любите... Я люблю вот выспаться. Я, ну, 8 часов мне мало, крайне мало. Я не высыпаюсь. 10, 10 нормально. Если еще 2 часа, это было бы вообще прекрасно. А я читал, опять же, говоря о вашем сайте, что там ничего, кстати, про то, что вы любите выспаться, но там написано, что вы любите сладкое. Люблю сладкое. А что именно? У вас есть какие-то излюбленные блюда? Тирамису. Очень люблю десерт. Профитроли люблю, люблю. Йогуртовые тортики, мороженое люблю. Есть в Москве места, где есть там любимое тирамису для вас или нет? Или для вас важно, что, а не где? То есть вы тирамису можете съесть в любом месте? Нет, но они, как бы, зависят от того, кто это сделал. Поэтому, конечно, не знаю. Я затрудняюсь ответить. Хорошо. Возвращаемся к музыкальному сердцу театра. Какой прекрасный кофе. Живой, настоящий и вообще живой, настоящий эфир. Такая редкость на телевидении. У нас живой, настоящий разговор. Представляете, вот вообще. Прямой эфир. Это такая же редкость, как хороший кофе. Скажите, когда вы узнали про премию, что вы будете... Ну, я не сомневаюсь, что вы не просто... Речь идет о премии «Музыкальное сердце театра». Не так давно, может быть, неделю назад. Как это произошло? Не когда кто-то вам прозвонил, или вы где-то встретились, или вы получили там письмо. Как это произошло? Я получила смс-оведомление от человека, который, в общем-то, делает мой сайт. А, вот так вот, да? То есть это сперва часто попадает в СМИ, потому что ваш сайт – это средство массовой информации, а потом уже вы сами узнали. Да, да. Понятно. А вы знаете, кто в жюри? Нет. Вы не знаете, да? Понятно. Просто я думаю, что, может быть, и там есть ваши знакомые, и это сразу контекст как бы меняет. Вы просто даже не интересовались, кто будет на самом деле? Нет, я знаю, что я номинирована на роль, как это так, женская роль второго плана. Я еще так подумала, ни-ига себе второго плана. Екатерина Вторая. Как она может быть вообще второго плана? А за Графарова, да? То есть... Да, да, да. Это у нас просто блистательная. Тона Дольникова играет самозванку. И, конечно, спектакль о ней, естественно. Вот. Ну и также Лера Ламская, которая не так давно вошла в спектакль. Она не выпускала премьеру, была занята в кино. И только сейчас вошла. И, конечно, Глаш Шиловская, замечательные девочки. И Екатерину играют, и Наташа Сидорцова, и Лика Рула, которая еще и вторым режиссером была во время постановки. Или помощником режиссера, наверное, так правильнее. Вот. Самозванку-то там по сюжету вы пытать должны. Ну да, да. Екатерина же, кстати, к вопросу персонажа. Она лично участвовала в присутствии. Она применяла пытки. Присутствовала, да. Совершенно верно. А как она иначе узнала бы имя? Если она не говорит, ну что еще? Значит, нужен кнут. И тогда она вспомнит разом, как ее зовут. Там такой текст. Ну да. Конечно. Ну что ж. Все средства хороши, да. Я желаю, чтобы в вашей творческой судьбе и в жизни вообще самая страшная пытка была вот разговор с журналистом. Что вы, ну так приятно. Давайте сделаем еще. Давайте. Раз, два и три. Здорово. Я на фигурую. Первые дамы трижды это сделали сами. Вот. Огромное вам спасибо, что вы пришли. Мы, конечно, все потянемся. Спасибо.